Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мне бы хотелось начать вот с чего. Как вы знаете, 22 января 2015 года Святейший Патриарх Кирилл выступил в Государственной Думе с предложением вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования и выразил большую озабоченность некоторыми репродуктивными технологиями, сказав, что нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки. Кто из нас не полностью в курсе дела, объясню, это очень просто. Аборт в нашей стране делается в медицинских учреждениях, в роддомах в частности, для той женщины, которая приходит его совершать, бесплатно. Что это значит? Это значит, что все взрослые граждане, которые платят налоги, часть этих налогов отдают на то, чтобы убивали наших сограждан. И святейший патриарх совершенно справедливо отметил, что так не годится. Потому что верующие люди, иудеи, мусульмане, буддисты, христиане, они не могут оплачивать убийство своих граждан. Поэтому, если уж кто-то задумал это страшное дело, которое позволяет по какой-то причине государство, это отдельная тема, то пусть хотя бы это делают за счет свой, а не за наш. Если из системы медицинского страхования аборты вывести, тогда, как каждая женщина, пожелавшая прикончить своего младенца, она будет за это платить сама. Ну, как мы платим деньги у стоматолога, в других медицинских центрах, когда нам нужно сделать ту или иную процедуру, которая не входит в систему общего медицинского страхования. И по поводу суррогатного материнства. В европейских государствах, во многих, например, во Франции, в Германии, это категорически запрещено. В Германии за это даже тюрьма полагается. Поэтому Россия стала таким рынком суррогатных матерей. Пользуясь тем, что население в значительной степени беднее, чем в Европе, вот, начинает предоставлять такие услуги. Мне уже когда-то приходилось говорить, что это худший из видов проституции, когда женщина за деньги эксплуатирует свое тело, который становится таким инкубатором, фермой для выращивания детей для других людей. И бывают очень трагические случаи, коим я сам бывал свидетель. Вот в нашем родильном доме, который неподалеку от нашего храма, суррогатная мать родила двойню. И как это в отдельных случаях бывает, деточки оказались несколько недоношны. Пришла пара заказчиков, посмотрели, говорит, нет, дети, мы не будем их брать. А суррогатная мать, которая их родила, говорит, а мне они вообще не нужны. И вот уже двое сирот образовалось. Хорошо удалось найти им приемных родителей. То есть люди за деньги устраивают такие вещи. И, конечно, само словосочетание суррогатного материнства звучит, ну, просто кощунственно. Потому что материнство для русского человека всегда было понятием святым. И святейший патриарх от имени церкви высказал свое мнение на то, что есть суррогатное материнство, что у нас с точки зрения христианской нравственности совершенно недопустимо. Ну, не только христианское, любой верующий человек это подтвердит. Вот, поэтому я как председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи предлагаю в целях поддержки предложений святейшему патриарху организовать голосование в интернете за запрет суррогатного материнства и вывод абортов из обязательного медицинского страхования. Чтобы это совершить нужно использовать простой запоминающийся адрес абортомнет.рф и запрет см ну, это означает суррогатное материнство.рф Ссылки также можно найти на сайте патриаршей комиссии ПК Семья Вот, обращайтесь и кто владеет интернетом постарайтесь это сделать Кто не владеет попросите из молодых членов семьи вам в этом помочь Вот, мы даже написали, составили такой плакатик который также опубликован на сайте патриаршей комиссии ПК Семья для того, чтобы вы имели возможность с благословением настоятелей ваших храмов разместить для того, чтобы прихожане могли увидеть Ну вот, спасибо вам за ваше внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!